Эта операция не завершилась там однодневно, как рапортовали поначалу российские источники, а в общем продолжается. Да, это все приграничные территории, но все оказывалось не так-то просто, потому что на самом деле там можно что угодно говорить, участвует в этом ВСУ, не участвует, оставим это Кремлю, пусть они говорят что угодно. Но сама-то по себе ситуация, это же государство, на которое вы напали, государство, которое, ну Украина я имею ввиду, ведет войну по линии фронта вдоль, там все от востока до юга, а здесь у вас оказывается, значит, на территории Российской Федерации приграничный, вполне можно проводить такие операции, там Белгород несчастный просит, чтобы его защитили, Гайворонский район, по-моему, уже лежит ничком и так далее. И опять вот тоже странное удивление, что как вы могли, а как это так, мы мирные люди, вот это я слышал, как будто бы никакой войны нет, бесконечно. И сам Путин, что очень симптоматично, после своей вот этой выписанной самому себя победы с 8 семью с лишним процентами, все-таки вынужден был, а мы понимаем, что это заранее согласованный вопрос, прокомментировать эти события и говорить уже об РДК, как одном из русских отрядов, которые участвуют в этой операции, значит, ну как о признаваемой силе, что вот мы вот вас накажем, мы вас всех убьем. Ну, обычный набор, который мы слышим раз за разом. Давайте с этого начнем. И как это все выглядит в контексте событий, заявлений Макрона и возможного направления контингента французских сил на территории Украины, и как это выглядит на фоне, значит, разговоров о размене, сам Путин говорит, потому что вот они, вот у них планы захватить часть российской территории, обменять на те территории, которые оккупированы на востоке и юге российскими войсками, ну и так далее, и так далее. Мы будем об этом, обо всем говорить подробнее, в деталях. Начнем вот с чего. Вообще, Юрий Геевич, вот казалось бы, такое пессимистическое настроение относительно положения на фронте, и вдруг вот такая операция, которая не заканчивается, никого не изгнали с территории Российской Федерации. Понятно, она пригранична, вглубь не очень большое, может быть, и проникновение, но все равно бои продолжаются, уже есть и пленные, и погибшие, ну и так далее, и так далее, и так далее. Что вообще в целом можно сказать о успехе, не успехе этой операции или о каком-то политическом результате ее? Вот все вам. Пожалуйста, расскажите нам. Прежде всего, когда говорите о успех или неуспех, нужно знать, какие цели были поставлены инициаторами этой операции, теми людьми, которые ее планировали, которые ею руководят, и теми людьми, которые, собственно, там воюют на территории Российской Федерации. Этих целей, честно говоря, мы не знаем. Мы можем предполагать что-то, что ими руководило, но точно, конечно, не знаем. Но все-таки для того, чтобы понять, ну хотя бы попытаться понять, что происходило, и что хотели, и что хотят добиться люди, которые возглавляют три вот эти русские добровольческие формирования, нужно просто посмотреть, как развивались события. Значит, началось все 12 марта, за пять дней до, за три дня, прошу прощения, до начала так называемого голосования на так называемых выборах президента. И, естественно, сразу возникло предположение о том, что, ну, наверное, это вот какой-то такой предвыборный шаг, предвыборная акция, которая должна показать, ну, испортить Путину настроение. Вот, наверное, так можно было бы сформулировать. Вот первые оценки, которые появились в средствах массовой информации, у аналитиков. А вот постреляют там, повторится примерно то же самое, что было в предыдущие вот такие рейды. Ну, займут деревеньку, потом там проведут какую-нибудь пропагандистскую операцию, снимут видео и вернутся назад. Все, оказывается, не совсем так или совсем не так. Потому что вот уже больше недели, уже восьмой день, если я правильно понимаю, идут бои. Ну, во-первых, идут бои, а во-вторых, Белгород и другие населенные пункты, вот, ну, в общем, конечно, в районах, скорее, близких к границам с Украиной, их обстреливают, обстреливают из реактивных систем залпового огня, как я понимаю, и беспилотниками атакуют. Ну, что же происходит? Ну, и вот если посмотреть на карту, мы увидим, что, в общем, бои идут, вот они отмечены красными, красными такими кружочками. В общем, бои идут в основном, да, куда-то пропал кружочек, который там обозначает Теткина, это на вот в уголке, там, где границы Курской и Белгородской области. Значит, вот там на территории уже Белгородской, Курской области находится это самое Теткино. Вот, но вот сравнительно небольшая, казалось бы, такая вот в приграничной полосе, несколько населенных пунктов. Их, ну, вот такой есть район, к которому в основном, по-видимому, идут бои, который прилегает к райцентру Грай-Ворон. Грай-Ворон тоже затрагивают, там он затронут боями, как я понимаю, хотя, честно говоря, информации очень немного, конкретная информация, она достаточно противоречива, в общем, не совсем понятно. Понятно, что идут бои. И вот это вот самое главное. Самое главное, как я понимаю, то, что мы вот на сегодняшний день, на данный момент можем сказать, самое интересное, бои продолжаются. Бои продолжаются, и это вызывает сильное, как я понимаю, сильное раздражение в Кремле. Как же так получается? Почему, собственно, вот эти вот добровольцы? Добровольцы позволяют себе нападать на наши там приграничные населенные пункты. Так примерно могут рассуждать кремлевские обитатели. Естественно, Путин раздражен. Как я понимаю, совершенно естественно требует от военных, ну, значит, нужно как можно скорее там все это восстановить, прекратить. Когда он говорит о бомбардировке или бомбежке, значит, ударах артиллерийских по Белгороду, он высказался вот сегодня или вчера, высказался, а мы можем ответить тем же. Ну, вообще лицемерие совершенно потрясающее, должен сказать. Потрясающее. Потому что на протяжении вот двух с лишним лет войны русские бомбят жилые кварталы, ну, наверное, почти всех крупных городов в Украине и многих небольших городков, разносят иногда там все, что можно только разнести. И вот, а мы можем так ответить. Ну, ладно, лицемерие – это одна из таких характерных черт российского вождя и учителя нынешнего. Но, в общем, это очень серьезная вещь. А серьезная вещь заключается в том, что российская армия не может ничего с этим сделать. И это важно, это интересно. Но, с другой стороны, знаете, есть ряд людей, которые считают себя аналитиками, которые говорят, да нет, ну что вы, это все сплошной пиар, ничего серьезного. Есть такие, сплошной пиар. Я думаю, что это никак не пиар. Ну, во-первых, интересный пиар. Люди воюют, люди гибнут, люди, значит, там рискуют своей жизнью. Ради чего? Ради того, чтобы пропиариться? Ну, нет. Все гораздо, как я понимаю, серьезнее. Значит, ну, политическая сторона дела, она, в общем, понятна. Выборы. Путину очень хочется, чтобы все было хорошо и красиво. А тут вот получается не очень хорошо, не очень красиво. А вот с военной точки зрения, если посмотреть на это, вроде бы так ничего особенного. Бои местного значения, там, ну, небольшие населенные пункты, максимум, вот, значит, где-то бои идут около этого Грайворона. То ли переходят из рук в руки, то ли не переходят. Вот как я понимаю, тоже военное значение этого дела. На мой взгляд, это что-то типа такой проверки боевых. Ну, и репетиции чего-то намного более серьезного. Значит, для того, чтобы готовить какую-то наступательную операцию, готовить наступление серьезное, ну, допустим, на Белгород, допустим, на Белгород, а может быть и гораздо более амбициозные цели могут поставить перед собой командиры этих добровольческих формирований, нужно знать много вещей. Нужно знать, как реагируют российские войска на вот такую вот операцию на появление противника на российской территории. Как быстро они могут дойти до тех или иных пунктов или позиций, которые имеют серьезное тактическое и даже выходящее за тактические рамки значения. Насколько все это быстро происходит, насколько эффективны те российские вооруженные контингенты, которые находятся в Белгородской области, а может быть и не только в Белгородской, а в Курске. Ну, во-первых, уже, значит, и Курскую область задели. Значит, вот это все такие позиции, все эти моменты, которые необходимы для того, чтобы грамотно планировать какую-то более масштабную, более амбициозную операцию, их нужно просто проверять, понимать, как это все может быть на практике. Вот это первое. Второе, как я понимаю, нужно, в общем, на месте посмотреть возможный театр боевых действий. И третье, вот что, на мой взгляд, самое важное. Видите, идут разного рода разговоры, и об этом говорят достаточно высокопоставленные, видимо, вполне информированные политические деятели и высокопоставленные чиновники на Западе, что Россия готовит весной-летом какое-то крупное наступление на позиции в Украине. И, в общем, вполне возможно, что такая вещь может произойти, это может произойти, потому что есть... Ну, просто если посмотреть на дислокацию, на количество войск, находящихся на оккупированной территории Украины, там можно предположить, что действительно такое наступление готовится. Ну, не об этом сейчас речь. Так вот, если действительно русская армия пойдет в наступление, в серьезное наступление летом этого года, ну, тогда вполне возможно какое-то наступление вооруженных сил Украины, ну, в ту же Белгородскую область или в ту же Белгородскую область, просто для того, чтобы, ну, чтобы отвлечь силы, российские силы от наступательных операций, ну, допустим, на юге Украины, что вполне возможно, на крайней мере, теоретически, вполне возможно отвлечь. И вот может получиться такая интересная картина. Русские наступают на юге, а вооруженные силы Украины двигаются куда-нибудь в сторону Белгорода, в сторону Курска или, возможно, в сторону Брянска, кто его знает. Так что военное значение этих событий, этих акций добровольческих формирований, вполне просматривается, с моей точки зрения. И назвать это пиаром, ну, в общем, это, на мой взгляд, не серьезно. Тут гораздо более серьезные вещи, чем пиар тех или иных людей. Теперь можно посмотреть и вот на что, вот какой момент возникает, тоже интересный, а сколько, собственно, сил российской армии противостоит добровольческим формированиям. Это тоже интересно. Вот если посмотреть на эти три области, приграничные области, Брянскую, Курскую и Белгородскую, значит, что мы видим? В Брянской и в Курской области дислоцировано примерно, ну, примерно, ну, в общем, более или менее примерно одинаковое количество войск, где-то от 8 до 9 тысяч человек личного состава и примерно 50-60 таков. Более мощная группировка примерно, значит, находится в Белгородской области. Там 12-13 тысяч личного состава, но, по крайней мере, так было на начале февраля этого года. И в два раза больше танков, где-то порядка 110-112 танков. Ну, вот такие войска противостоят «Легиону», «Корпусу» и «Сибирскому батальону». В общем, это достаточно серьезные силы, ну, по сравнению с теми, которые, судя по всему, действуют против, действуют со стороны Украины. В Москве называли такие цифры, что там 2,5 тысячи вооруженных людей, солдат и командиров. И, ну, что такое 2,5 тысячи? Это, ну, примерно полк. А противостоят этому полку, ну, скажем так, как в Белгородской области примерно полторы дивизии полного состава и по дивизии в Брянской и Курской областях. В общем, соотношение сил, если смотреть на вот чисто количественные показатели, ну, соотношение сил явно в пользу, явно в пользу российской армии, но она сделать ничего не может. И уже Путин вынужден, вот это, вы уже говорили об этом, Марк Захарович, но Путин вынужден упоминать, упоминать, признать, что это, в общем, серьезная сила. Но он, если помните, значит, на заседании, на каком-то мероприятии в ФСБ махал руками и требовал, вот интересно, что он требовал. А он требовал, чтобы ФСБ составило поименный список, ну, там, понятно, с адресами, псевдонимами и прочими, всех тех, кто входит вот в эти формирования. И сразу возникает вопрос, а чем раньше занималась ФСБ? Потому что первое, что должно было бы сделать любое, ну, любое ведомство госбезопасности, более или менее профессиональное, профессиональное, год назад или там тот момент, когда впервые появились сведения вот об этих формированиях, тогда, правда, батальона сибирского не было, были только корпус и легион, так составить списки, а кто же, собственно, там участвует? Значит, тут два ответа, может быть, две версии. Либо ФСБ не почесалось, и тогда возникает естественный вопрос, а кого же, собственно, на профессиональные квалификации этих людей, которые там служат? Или Путин просто не очень понимает, что происходит с ФСБ, и вот, или там, и в Украине, и, значит, дает такие поручения, которые давно, давно были выполнены, или которые, в общем, и без его указаний должны были выполняться. В общем, это такой штрих, свидетельствующий, на мой взгляд, о том, что вот как-то не слишком профессионально ведет себя человек, который с гордостью, значит, вспоминает свое чекистское прошлое. Но не профессионально, как, впрочем, и во многих других вещах. Ну, вот, вот то, что можно сказать сегодня. Сколько продлится вот эта операция? Ну, наверное, до тех пор, пока не будут выполнены те задачи, которые поставлены ее инициаторами, и тогда можно будет более точно сказать, успешна она или нет. Но я так понимаю, что, вообще-то говоря, она уже успешна, уже это продемонстрировала, что формирование достаточно серьезное, и угроза, которую они представляют для России, возможно, в свете вот этого гипотетического или предполагаемого русского наступления на юге Украины, в общем, достаточно серьезная вещь, с которой приходится считаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok